В последней части вебинара по гидрологическому моделированию поговорим коротко о том, как получают проекции и как моделировать изменение климата и его влияние на гидрологические процессы. Для начала, для того, чтобы получить проекции климатические до конца века, например, для начала нужно выбрать RCP-сценарий. RCP-сценарий – это сценарий развития мира и будущих выбросов парниковых газов, которые ведут к определенному уровню глобального потепления. RCP-сценарии – их всего 4, и они варьируются от утопических, которые ведут к потеплению до 1,5 градусов, до совсем экстремальных сценариев, которые ведут к потеплению до плюс 6 градусов глобально. После того, как RCP-сценарии выбраны, происходит симуляция глобальных атмосферных процессов с помощью GCM, или Global Circulation Model, который использует RCP как исходные данные. В последнее время говорят больше про Earth System Model, или модели земных систем. И это модели, которые моделируют именно глобальные атмосферные процессы, то есть они производят симуляцию и выходные данные на достаточно грубом разрешении – от 300 до 150 км. После этого, для того, чтобы получить более региональные данные, которые мы уже можем использовать в моделях гидрологических или каких-то других, необходимо регионализировать результаты. И это делается с помощью RCM, или региональных климатических моделей – Regional Climate Models. После этого, так как все модели, в принципе, содержат ошибки, и мы с вами говорили об этом, и также потому, что и GCM, и RCM – это очень большие модели, которые основаны на физических процессах, мы говорили с вами о невозможности их калибрации, поэтому в любом случае в выходных данных из этих моделей будут ошибки, как систематические, так и случайные. И поэтому достаточно хорошая практика считается коррекция модельных отклонений с помощью наблюденных данных. То есть данные симулированные сравниваются с наблюденными данными, и потом происходит коррекция модельных отклонений. Об этом подробнее поговорит наш коллега Штеф. На этом слайде уже более схематически представлено то, о чем мы говорили с вами ранее. Слева направо сначала идет симуляция глобальными циркуляционными моделями, затем регионализация, после этого коррекция модельного отклонения, и после этого полученные климатические данные уже могут использоваться как входные данные в гидрологической модели. И в процессе симуляции мы получаем проекции, например, расхода до конца этого века. Хотелось бы сказать пару слов про ансамблевый подход в моделировании, который является правильным. То есть каждый модельер должен знать о том, что неправильно выбирать только одну глобальную климатическую модель, региональную климатическую модель, получать из них климатические данные и потом использовать для оценки влияния изменения климата на гидрологические ресурсы. Правильнее использовать ансамблевый подход, то есть когда мы выбираем все доступные модели для глобального климата и для регионального климата. В мире существует лимитированное количество глобальных климатических моделей, по-моему, их около 40, и все, так же как и региональные модели, и все эти модели, несмотря на то, что они симулируют одни и те же процессы, их структура может быть различной, а также может быть различным представление о некоторых процессах, о которых мы имеем мало информации, либо не до конца понимаем, как они протекают. Например, то, что я уже упоминала про процессы формирования облаков. Из-за этого, для того, чтобы охватить весь спектр неопределенности, мы можем использовать модели с различной структурой и с помощью них уже получать диапазон значений расхода на будущее. При этом, чем меньше этот диапазон, тем, соответственно, меньше неопределенности сопряжено с нашим моделированием. На данном слайде показана оценка влияния изменения климата на расход реки Аспара. Это сценарии проекта EZMI, которые были разработаны в Потсданском институте изучения влияния изменения климата. И здесь мы бы хотели вам показать относительное изменение расхода в процентах от базового периода для трех будущих периодов. Первый с 2011 по 2040 и последний с 2071 до 2100. Почему мы оперируем отрезками по 30 лет? Это рекомендация Всемирной метеорологической организации, так как за 30 лет натуральная изменчивость климата уже имеет меньшее влияние на тренды, и мы можем говорить уже о каких-то сигналах и изменениях в натуральной системе. Здесь на данном слайде вы видите две серии графиков. Одна для RCP 2.6, то есть это утопический зеленый сценарий, одна для RCP 8.5. Это более экстремальный сценарий глобального потепления, который ведет, по-моему, до 6 градусов в среднем. И здесь мы видим относительное изменение расхода, то есть это проценты от базового периода. Обычно мы используем проценты от базового периода, потому как в проекциях очень много неопределенностей, и для того, чтобы минимизировать их влияние, мы стараемся не оперировать абсолютными значениями, а относительными. Базовый период в данном случае – это не наблюденные данные, не наблюденный расход, а симуляция из климатических моделей. Обычно климатические модели симулируют климат, начиная с 1950-60-х годов и заканчивая 2100 годом. Поэтому для того, чтобы провести оценку влияния изменения климата, мы выбираем базовый период – это 30 лет в прошлом, до сегодняшнего дня, и сравниваем его с 30 годами в будущем. Также мы обычно рекомендуем проверять наблюденную годовую динамику расхода в вашем бассейне вместе с симулированной с наблюденными климатическими данными, то есть полученной из гидрологической модели, и полученной из гидрологической модели, которая симулировала с данными, полученными из глобальных циркуляционных моделей. Таким образом вы можете оценить, насколько хорошо глобальные циркуляционные модели симулируют прошлое состояние вашего бассейна и насколько хорошо была проведена оценка модельного отклонения. В следующей части нашего вебинара по гидрологическому моделированию мой коллега Юлий Дудовец расскажет все про входные данные и интернет-базы, где можно получить в свободном доступе входные данные для гидрологического моделирования. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожелания или предложения, то вы можете найти мой контакт и контакт моих коллег в описании к этому вебинару. Успехов вам в гидрологическом моделировании!